ребята всем привет добро пожаловать на канал мы уже на пути в канзас сити вас как всегда берем с собой поэтому начинаем новый влог поехали мы приехали к музею первой мировой войны в канзасе сити тут еще также открывается хороший вид такой город сейчас все посмотрим вам обязательно покажем поэтому оставайтесь с нами ребята смотрите чтобы все было надежно они все скрепили скотчем поэтому качество немецкая тебе нравится этот самолет а вот это вот французский а еще мы вот тут почитали что эти самолетики они не настоящие это реплика поэтому всего лишь копия нас равно живу посмотреть интересно мы едем смотреть на город открывается красивый вид как ребята вам видно город поделитесь своим впечатлением ну что мы купили билеты сейчас пойдем внутрь башни мы поднялись наверх на лифте еще осталось и вот такой лифт и вот такой лифт сейчас мы пойдем здания тут противостояние австрии и россии целое здание не построили смотрим что там внутри как вы видели большинство экспонатов там это одежда честно немножко такое расстраивает не очень меня впечатлил этот музей расскажи ты тебе понравилась эта часть музея ладно не так интересно так я думал мне кажется то что мы видели красивый вид с башни это больше более интересно согласен хорошо но идем дальше музей большой ну здесь вот символ первой мировой войны маг посмотрите ребята какая картина классная а если подойти ближе там просто тысячи маленьких фотографий посмотрите как тут сделана интересная картинка с этой стороны мы видим город мы видим город вот так лица вот так лица А здесь сделали зачем-то проекцию на пол. И вот там тоже. А еще в этом музее показывают небольшой исторический фильм про Первую мировую войну. Он тоже придется смотреть. Мне кажется, я нашла самый крутой экспонат в этом музее. Любите ли вы ретро-машины так же, как их люблю я? Я не знаю, каковы мне очень нравятся ретро-постеры. Даже известный постер, где в Америке набирали людей в армии. Хочу поделиться своим впечатлением об этом музее. Билет сюда стоил 20 долларов за человека. В эту стоимость включено посещение башни, но и сам музей. Честно говоря, сам музей меня не особо впечатлил, а больше понравились виды, которые здесь открываются на город. Но все же несколько экспонатов я бы выделила. Это портрет солдата, состоящий из маленьких фотографий, форт, ретро-постеры и огромное количество мака, которые ты видишь сквозь стеклянный пол. Мне также понравилось, как этот музей стараются сделать более интересным. Добавляют проекции, фильмы, анимационные карты и так далее. А что думаете вы? Будет интересно почитать в комментариях. Ну и американский музей, это не музей, если в нем не будет магазина. Здесь придают вполне стандартные кружки, футболки, книги и так далее. Все в тематике музея. Ну что, ребята, такая была наша поездка в Кардас-Сити в этот раз. Поделитесь своим мнением в комментариях. Увидимся в новых роликах. Пока-пока.